Игорь Анатольевич, я приветствую вас на программе «Семь дней в регионе». Здравствуйте. Мы подводим итоги уходящей недели, обсуждаем главные события и темы. Естественно, в политической жизни региона одной из главных тем стало ваше послание Архангельскому областному собранию депутатов. Его смотрели и слушали абсолютно разные люди, и общественные деятели, политики, главы. И каждый по-своему, наверное, что-то услышал, преломил и понял. И какую-то главную мысль для себя определил. Давайте посмотрим наш сюжет и послушаем комментарии. Давайте попробуем. Муниципалитеты удивлены и взволнованы. В новой модели управления регионом, предложенной губернатором, фокус на районах. Теперь определять приоритеты станут на местах, а не наоборот. Правительству Архангельской области следует внести изменения в подходы к формированию и реализации региональных государственных программ, предусматривающие их привязку к комплексным программам развития муниципальных образований. Поставлена задача решать проблемы муниципалитетов. И весь, полностью все переходит в муниципалитеты. Это самое главное, потому что те проблемы, с которыми ко мне обращаются граждане, это жилье, медицина, поддержка семей. Это там, на земле. Когда мы начали исследовать ситуацию, что происходит в городе, пришли к выводу о том, что огромный разрыв сегодня существует между потребностями населения и тем, какие решения принимаются на уровне власти. Также отметил губернатор, подход к управлению должен быть проектным. Мало построить новую школу, надо привлечь бизнес и поставить, к примеру, у этой школы уличные тренажеры или крытый хоккейный корт, а общественникам поручить заботу о дополнительном образовании детей. Нужно сообща создавать такие пространства, в которых хочется жить и работать. Сам губернатор назвал новый подход кардинальной перестройкой и предложил начать ее в этом году в трех-четырех пилотных муниципальных образованиях. Данная схема, она, наверное, наиболее правильная. И то, что она будет применяться сегодня в целом по Архангельской области, говорит о продуманности стратегии развития нашего региона. Мы, Приморский район, надеемся, что мы попадем в число пилотных, потому что мы уже провели обучение своих муниципальных служащих. Взаимодействуем с проектным офисом Архангельской области очень плотно. В приватных беседах главы признаются, привлечь бизнес к созданию социальной инфраструктуры непросто. Предприниматели говорят о недостатке квалифицированных кадров, но при этом не готовы создавать комфортные условия для своих специалистов вне стен предприятия. Впрочем, кое-где крупный бизнес уже начал перестраиваться. Мы видим, что инициативы на местах есть, есть хорошие, интересные идеи, которые нужно просто поддержать. И мы готовы их поддержать с финансовой точки зрения, с организационной точки зрения. И эти инициативы, если они будут терроризованы, они, конечно же, послужат развитию самих территорий. И отдельная роль в создании и воплощении таких, улучшающих жизнь проектов, должна быть отведена НКО. Чуть мягче президента Путина, но с той же настойчивостью. Губернатор призвал не кошмарить некоммерческий сектор и включить его в процессы управления. Правительство Арханской области заинтересовано в конструктивном взаимодействии с некоммерческим сектором. Для этого необходимо снять все барьеры и оказать всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. Мое внимание привлекло и заострило это включение негосударственных организаций в сферу социального обслуживания населения, поскольку я считаю, что сегодня эта проблема очень остро стоит, стоит очень остро на уровне муниципальных образований Архангельской области, например, в Котловском районе. Сегодня мы уже начали заниматься этим направлением деятельности. Технологически, технически развиваются большие корпорации, они вводят технику, вводят новые, интегрируют новые условия жизни. Но это сокращение людского ресурса. Для того, чтобы людской ресурс у нас работал, это куда? Это социально ориентированные некоммерческие организации, это малый бизнес, это частное предпринимательство. В 2017 году областные власти за предоставление социальных услуг готовы заплатить некоммерческим организациям 15 миллионов рублей. Только при этом юрлицо должно состоять в реестре поставщиков социальных услуг. Таких организаций в регионе пока всего 10. Отдельно губернатор сказал о поддержке малого и среднего бизнеса. В послании предложено ввести активную работу по развитию территориальных кластеров, а также допустить предпринимателей к системе муниципальных и государственных закупок. Ирина Ившина, «Семь дней в регионе». Вы увидели, да, то, что думают люди. Игорь Анатольевич, а каков был все-таки ваш главный посол? Что хотели вы донести и как определить 2017 год, стратегию его? Вы знаете, мне кажется, действительно было услышано мое желание донести до всех абсолютно разных слоев населения важность социального взаимодействия. Взаимодействие не исходя из принципов прибыли, карьерного роста или каких-то других преференций, которые каждый выстраивает для себя. А увидеть в социальном взаимодействии возможность все вместе двинуться вперед. Найти те конструкции предложений, критики, конструкции, соответственно, может быть, такого рывка вперед, когда все это делается вместе, понимая, что это нужно каждому. И чиновнику, и врачу, и предпринимателю, и полицейскому и так далее. Поэтому сегодня в условиях, когда и страна находится на ответственном этапе, и внешние факторы складываются по-разному, я бы так сказал, где-то в плюс, где-то в минус, очень важно обеспечить вот это социальное взаимодействие. Найти те варианты движения, которые будут приносить позитивный результат абсолютному большинству, в данном случае жителей Архангельской области. Второй момент, который, конечно же, мне хотелось бы особо обозначить, это более значимое позиционирование муниципального уровня власти. Сегодня можно сколько угодно говорить о том, что государство сделало это, губернатор не сделал то-то, правительство Российской Федерации неправильно что-то оформило, или определило, но без включения весь этот процесс в рамках единой команды, в единых инструментах института управления, без местной власти, без муниципалитетов мы не сможем достичь надлежащего результата. Заинтересовать их, вовлечь в этот процесс, чтобы они вместе через обучение, через познание, через, в конце концов, такую совместную работу осознали это и были вовлечены в этот процесс. Это следующая тема, которая для меня в послании была очень важна, я ее хотел донести. Ну и я хотел обратить бы внимание еще на две составляющие, это все-таки выстраивание другой системы отношений с социально ориентированными некоммерческими организациями. Мы пестовали некоммерческие организации, мы создавали ТСО, ТОСы, мы создавали целый набор грантовой поддержки для того, чтобы они жили, восстановились на ноги, расправляли плечи. Теперь мы ждем от них, что они придут в систему государственных и муниципальных услуг. Не получается чиновничьим аппаратам, встроенным в большую иерархическую цепочку, поднять качество услуг при, скажем так, разумной трате всех ресурсов, которые есть у региона, и не только финансовых. Ведь у нас есть и здания, которые неэффективно используются, у нас есть земли, у нас есть, скажем так, даже объекты из нескольких зданий, и которые можно было бы совершенно иначе предложить жителям Архангельской области. Мы очень рассчитываем, что социально ориентированные, некоммерческие организации, имеющие право в том числе зарабатывать деньги и несущие ответственность как перед системой власти, так и перед людьми, заинтересованные в повышении качества этих услуг, смогут стать рядом с нами и помочь нам решить задачи государственных и муниципальных услуг в интересах граждан. Примеров много. И сейчас уже можно говорить о целом ряде. У нас сегодня 10 социально ориентированных НКО, которые включены в реестр, работают с нами. Не хотелось, чтобы их было не менее 100, а лучше даже и больше. И следующий момент – это поддержка инвестиционной активности, предпринимательской активности в регионе. Закончились времена, когда можно ждать подарка сверху или как-то надеяться на то, что наши нестыковки будут закрыты кем-то другим. Очень четко и в рамках Сочинского форума, который, кстати, тоже был ярким событием прошедшей недели, дано понимание со стороны Федерального центра, что все ресурсы, все инструменты развития и дальнейшего движения региона должны быть в руках региона. И мы к этому готовимся, мы на это идем, мы к этому стремимся, мы не можем быть в числе отстающих. У нас есть великое множество проектов, которые смотрятся прекрасно на федеральном уровне. Я, конечно, смотрел ряд, я был на целом ряде площадок, очень нагруженные были два дня, смотрел то, что представляют другие регионы. У нас есть только одна проблема – мы не можем хорошо похвастаться. Мы делаем гораздо больше, гораздо лучше. Но почему-то не до конца хвастаемся или где-то там не пиарим, как это модно сейчас говорить, себя на должном уровне. Вы знаете, я не считаю это сверхпроблемой, поскольку мы все-таки работаем не ради этого пиара, а ради того, чтобы этим пользовались жители Архангельской области. Но где-то иногда прихвастнуть, может, было бы и полезно, в хорошем смысле слова. Поэтому вот эти составляющие, они являются главными посланиями. И мне очень хотелось, чтобы мы это донесли. Игорь Анатольевич, вы уже упомянули про Сочинский инвестиционный форум. Это тоже событие, действительно, этой недели. Вы принимали участие. И вторая половина недели – это строительный форум в Архангельске. Это серьезные масштабные мероприятия. И к чему они должны привести? Какие-то результаты вы их ждете? Или, может быть, они уже есть? Знаете, к форумам разные отношения. Кто-то считает их тусовкой, кто-то их считает выставочной площадкой. Для меня, как для губернатора, для моих коллег, форум – это место такой очень предметной работы и насыщения новыми знаниями. Некий вариант образовательной программы, когда мы смотрим лучшие практики, смотрим инновации, которые… новаций и инноваций, которые приходят в то или ином направлении деятельности. Для Сочинского форума было важно общение непосредственно с председателем правительства, его заместителями. Речь идет и о социальных проектах, и о межбюджетном отношении. Был очень откровенный разговор, который во второй день состоялся. Сначала под камерами, потом без камер. Губернаторы имели возможность очень откровенно говорить с правительством. Причем даже иногда на таких встречных курсах. Подводя итог этого закрытого совещания, Дмитрий Анатольевич сказал, только ради этого разговора Сочинский форум стоит проводить. Такая была дана оценка председателям после всех этих дискуссий и выступлений, которые там состоялись. Строительный форум – это площадка наша, региональная, и она точно так же ориентирована на вот это взаимообогащение. Понимание, что ждет от предпринимателей власти, что ждут предприниматели от власти, какие еще неосвещенные, недорегулированные стороны взаимодействия остались нераскрытыми. И я уверен, что вот тот настрой, который сегодня существует, ведь в строительной отрасли не все сейчас благополучно. Мы знаем о неком стагнации на этом рынке, хотя мы достаточно неплохо закончили по итогам стройки прошлый год. Мы очень рассчитываем, что в результате тех обсуждений, которые состоялись, все-таки будут выработаны решения, они еще формируются, которые позволят строительному сообществу, а это ведь не только те, которые строят дома. Это гораздо более широкий спектр деятельности. Известно, что одно рабочее место в стройке дает 11 других рабочих мест в сопредельных отраслях. Мы сможем, не теряя темпов развития этой отрасли, создать комфортную атмосферу в связанных отраслях. В энергетике, в системе подключения ресурсов различного назначения, в мебельные отрасли, ну и так далее, и так далее. То есть все это затронув на площадках к строительному форуму мы сможем обозначить в последующих решениях, которые мы выработаем совместно. Вот еще один форум, которого все ждут, о котором все говорят, к которому все готовятся, это Арктический международный форум, пройдет в конце марта. Уже здорово одно то, что Архангельск выбран площадкой, постоянной площадкой для проведения этого форума. Около 300 журналистов только приезжает отовсюду, но это действительно очень серьезно. Для региона вызов, вызов топ-уровня. Вы знаете, когда мы начинали подготовку к форуму, нам, во-первых, не сразу назвали дату. То, что будет этот март, вы знаете, в ноябре было постановление правительства, а потом, как только оно было подписано, было принято решение. Будем в марте, в конце марта проводить. Осталось 4 месяца. И за 4 месяца нужно было отмобилизовать абсолютно все. Те темпы реконструкции САФУ, строительства вокруг него, реновации нашего драмтеатра, изменения облика города в прилежащих территориях, это никогда такого не было. Это сейчас реализуется, и реализуется, я вам скажу, достаточно успешно. Даже стройка в нашем аэропорту, на Перроне, она должна была идти несколько по другим темпам. Сейчас уже до 27 марта там будет новый зал. И будет реконструировано ряд залов, в зданиях которых уже имеются. Нет, это то, что сейчас происходит, доказывает, что мы умеем, и нам это по плечу. Вот даже цифры просто уникальны, исходя из тех посылов, которые были в начале. В ноябре, декабре предполагалось приезд 600 человек и проведение этого форума. Напомню, что встреча высоких представителей, которые проводил Николай Платонич Патрушев, секретарь Совбеза по арктическим вопросам, собрал у нас аж 200 человек. Целых 200. Тут предполагалось 600, три раза больше. Когда начали готовить форум и осознали уровень интереса к нему, было рассослано 1600 приглашений в 80 стран мира. Вот как меняются цифры. Сегодня непосредственно на портале Росконгресса зарегистрировано более 800 человек. И вот буквально на днях только закрывается эта регистрация. Вы уже сказали о корреспондентах. Иностранных корреспондентов около сотни, а в целом более 300. А количество участников сейчас уже, я боюсь даже называть цифры, потому что ушло уже за тысячу. Мы на этапе подготовки знали, что у нас 1285 мест, 1284 места в гостиницах. Из них 571 относилось к гостиничным местам, а остальные к местам проведения ночлега, я бы так сказал. Сейчас нам нужно уже принять 1600 человек. И, вы знаете, мы нашли эти все места, поговорив с предпринимателями, подключив к этому ряд бизнес-структур. И, опять-таки, ощутите уровень мобилизации. 200 и 1600. В пиковые дни 29 и 30 числа день простоять до ночи продержаться. Я думаю, что мы справимся. Но я знаю, что возникает вопрос, а зачем? Ради чего? Ну, во-первых, я считаю, что Архангельск, как начало Арктики, просто обязан быть именно в такой позиции, именно здесь должен проходить форум, который определяет будущее российской Арктики. С этим согласился и председатель правительства, и президент Дмитрий Олегович Рогозин, как руководитель госкомиссии, и многие другие руководители. Это решение принято. Мы имеем сегодня и науку, и образование, и промышленность, ориентированную на Арктику. Все это подтверждает. Безусловно, подобного рода форум меняет облик города и прилежащих территорий. Меняет в лучшую сторону, поскольку, во-первых, мы убираемся и приводим в порядок. Сносим даже старые дома. Я тоже слышу, вот сносят дома. Да сносят, чтобы выглядеть достойно, чтобы себя уважать. Да, нужно иногда... Это же здорово, убрать лишние. Когда живешь дома, где-то там бросил одну часть одежды, где-то другую, где-то там стул не задвинул. Сейчас стоит задача все положить на место. Мы положим на место, у нас хорошая стима, гости едут. И это всегда естественно для человека. Мы наведем порядок у себя дома. Вы знаете, тот толчок, тот объем интереса ко всем абсолютно инфраструктурным предприятиям, обеспечивающим, организациям, которые произойдут в эти дни, просто зашкаливающие. Вы вдумайтесь, сколько прилетит самолетов, требующих во вслуживание в аэропорту. Сколько заедет автомобилей для перевозки людей, приехавших сюда. На такси, на спецтранспорте. Все они будут заправляться здесь. Все они будут там при необходимости ремонтироваться. Люди будут жить, питаться, ходить в сферу обслуживания. Я не знаю, стричься, мы как-то обсуждали с корреспондентами. Или какие-то другие вещи совершать. Они пойдут за сувенирами. Они захотят посетить наши удивительные места культурные, музеи, театр, какие-то другие площадки спортивные и так далее. Все это для региона. Для вас маркером, знаком того, что все состоялось и удалось, будет что? Улыбающиеся лица арханглагородцев. Это самое главное. То, что они будут осознавать, что они достойно приняли гостей и достойно провели форум, в котором участвовал и руководил президент Российской Федерации. Игорь Анатольевич, вот от приятной темы хочется перейти, наверное, к менее приятной. Тем не менее, это жизнь. Все темы приятны. Скандал недели – это игра, или не игра, которую провел Водник. Она обсуждается, абсолютно разные мнения звучат. Мои коллеги постарались записать все эти мнения. Давайте посмотрим сейчас сюжет, а потом вы выскажите свое мнение. 26 февраля, в прощенное воскресенье, команда Водник, как поначалу показалось многим, совершила непростительный поступок. То есть поступилась с спортивными принципами борьбы и начхала на своих болельщиков. Обиженным себя почувствовал и Андрей Марков. Половина болельщиков, наверное, большая даже часть, после первой половины игры ушла со стадиона. Было неприятно смотреть на эту игру. Рассказывать в подробностях, что произошло на льду стадиона «Труд» не будем. Игру, в которой Водник и «Байкал Энергия» наперегонки загоняли мяч в свои собственные ворота, не обсуждал только ленивый и Игорь Гапанович. На пресс-конференции, посвященной театру абсурда, наставник «Желто-зеленых» был краток. Без комментариев. Я тут, по-моему, комментировать нечего. Рулевой команды «Байкал Энергия» был чуть многословнее. Мы хотели провести определенную тактическую схему, отработать определенную тактическую схему. Но когда уже начался вот этот цирк, начали уже забивать свои ворота, ну и мы тут тоже. Фраза «тактическая схема», видимо, относится к 70 минутам бессмысленного катания гостей по полю. А вот последовавшие голы в свои ворота, после примера, поданного хозяевами, нынче объясняются не иначе, как временным помутнением Ярахтина в уме. Три гола автоголоводника, я думаю, внесли какую-то сумятицу в наш тренингский штаб, отходящее слово «истерика». Заявления по «Байкалу» появились сразу. Водник до поры молчал. Первым выступило непосредственное начальство, в лице руководителя регионального агентства по спорту Александра Кузнецова. Подобное поведение спортсменов на спортивной площадке считаю недопустимым. Вопрос только, что спровоцировало эту ситуацию. По форумам в интернете разнеслось мнение, что водник выбирал себе соперника поудобнее в серии плей-офф. Мол, если бы выиграли у «Байкала», попали бы на чемпиона страны Красноярский Енисей. А вот в случае поражения выпадает более удобный уральский трубник. Однако позже появилось заявление начальника водника Дмитрия Минина. Никто, говорит, он не подгадывал с будущим соперником. Если бы мы хотели просто слеть игру, мы бы сыграли как первый тайм на ноль и все. Но это был своего рода протест. Протест в Федерации хоккей с мячом. Суть протеста – очистить хоккей с мячом от коррупции и тлетворного влияния некоторых личностей из Федерации. Если они хотели плюнуть в адрес Федерации, то у них получился плювок в свою сторону. Главных участников-виновников скандала вызвали в Москву на заседание контрольно-дисциплинарного комитета. В итоге оба тренера и Минин получили дисквалификацию на два с половиной года. Команды оштрафованы на 300 тысяч рублей, а игрок водника Олег Пивоваров, забивший все 11 мячей в свои ворота, отстранен от хоккея на полгода. Его соперники из Байкала отделались легким испугом в виде условной дисквалификации на тот же срок. Однако утихомирить бунт не получилось. Началась информационная война, в которой поддержку воднику оказали игроки и болельщики сразу нескольких команд. Составили видеообращение аж к президенту страны. Мы расцениваем акцию протеста, руководство и команды водника из Архангельска как мужественный поступок, который направлен на спасение нашего вида спорта. Мотивы водника нам близки и понятны. На протяжении нескольких сезонов мы, как хоккеисты, сталкиваемся с отсутствием честных спортивных принципов в играх чемпионата и Кубка России. Мы хотим поддержать нашего земляка Олега Пивоварова. Считаем, что он и его товарищи по команде «Водник» выразили своими действиями протест против закулисных игр Федерации хоккея с мячом России. Поборы Федерации с каждым годом растут, а миллионы уходят не на развитие хоккея с мячом, а в неизвестном направлении. За последние годы количество команд уменьшилось с 22 до 13. В общем, понеслось. На волне такой поддержки Дмитрий Минин выложил в соцсетях предложение по реформам Федерации. Провести в ближайшее время перевыборы, разработать новый устав, создать независимый институт судей, провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Федерации. А то, мол, неясно, куда уходят многомиллионные взносы клубов. Скрынник все претензии отвергает. У нас есть и аудит, и все комиссии, которые положены по законам. И мы живем по законам. Ну а пока суд доделал, Водник отправился на переигровку матча с Байкалом. Ибо счет их первой встречи был аннулирован. В качестве группы поддержки в подмосковный поселок Обухово поехали три десятка болельщиков. С сторону Федерации мы уже плюнули. В данный момент должен победить. И с хорошим отрывом. А ждет, в воскресенье что это было? Начало революции точно было сказано против нашей Федерации. К слову, на матч эти болельщики так и не попали. Автобус мало того, что порой рассломался, так его еще взяли под свою опеку сотрудники полиции. Водник! 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 В общем, пока тормозили до мурыжили, игра на нейтральном поле завершилась. Наша команда в ней, увы, проиграла, но достойно со счетом 3-4. Впереди плей-офф и встречи с уральским трубником. Однако кажется, что основную борьбу Водник в ближайшее время будет вести за пределами ледовой арены. Алексей Корельский, Юрий Борисов, Ольга Красулина, Евгений Зыков. 7 дней в регионе. Игорь Анатольевич, вот что скажете? Мне хочется знать все-таки вашу позицию. Она действительно однозначна? Или вы даете возможность Воднику как-то оправдаться? Великий, могучий русский язык. Это игра. И игра, которая сформирована, исходя из целого набора внешних факторов, которые сложились вокруг Водника. Во-первых, первое и главное, что я хочу донести до горожан, позицию моего как губернатора. Никому мы Водник в обиду не дадим. Никому. Ни титулов никаких не боимся, ни званий. Никому. Поэтому все, что будет происходить вокруг Водника, это наша ответственность, наши интересы, это наша команда. Любой другой посыл – это предательство истории этой великой команды. Поэтому, конечно, я абсолютно не приветствую то, что команда играла именно таким образом, не объяснив это болельщикам. Главный в игре – это болельщик. Это человек, который пришел для того, чтобы получить соответствующие эмоции от этой игры. Конечно, здесь был набор отрицательных эмоций, реакции людей, они тоже понятны. Но сейчас, когда мы заглядываем вглубь тех процессов, которые предваряли эту игру, конечно, там очень много печального и требующего, мне кажется, разговора на очень профессиональном уровне. И система подготовки игры, самого турнира, те уровни выхода команды и порядок выхода команд в следующие этапы, они все такие не спортивные. Они поддаются внешним настройкам. И мне кажется, именно поэтому команда воспротивилась тому, что независимо от того, как ты играешь, внешние настройки могут повлиять на дальнейшее позиционирование команды. У нас хорошая команда «Водник». Мы очень трепетно относимся не только ее к истории, но и к сегодняшнему дню. Я часто встречаюсь с ребятами, и мой разговор, который с ними был, он ориентирован на то, чтобы их поддержать, сделать так, чтобы болельщикам было не стыдно за то, что они совершают. Но при этом, если они чувствуют уверенность в своей позиции, и руководство команды, и сами игроки, то, безусловно, отстаивать ее и бороться за правду. Мы, повторюсь, наш «Водник» никому в обиду не дадим. Спасибо вам за такую позицию. Это здорово. Насколько я знаю, вот как раз в эти выходные, 4 и 5 марта, в Китае, наш питерский малый драматический театр и режиссеров Лев Додин, они везут, вернее, ну да, привезут, везут, показывают спектакль «Братья и сестры», поставленный по Федору Абрамову. Насколько я знаю, в Китае предложили на выбор любую постановку, от Чехова до Шекспира, репертуар у малого драматического театра, ну шикарный. Но именно там был заказ, заявка на историю про тружеников, северных тружеников тыла. Ну вообще, вот у меня после вот этой информации, когда я просто узнала об этом, такое чувство гордости было за нашу область, за наших людей, за Пинежский район, за Федора Абрамова. Вот. А как вы прокомментируете эту историю? Мне очень понравилось, что вы сказали «наш театр». Вы знаете, Лев Додин и малый драматический театр, это действительно они стали нашим театром. После того, как они привезли свою постановку сюда и показали его на сцене нашего драмтеатра. Одна из первых гастролей ведь была вот именно вот с этой новой постановкой. Да. И тот шквал эмоций, который был после этого, те разговоры, которые у меня до поздней ночи были и с Труппой, и с Омом Абрамовичем. Мы, знаете, там сегодня накал страстей, который предлагает эта постановка, глубина проникновения в человека, особенно в человека того времени, который действительно был на пике столкновения целого набора эмоций, поствоенных ожиданий, надежд и реальности жизни. Конечно, содрогает абсолютно любое сердце и действительно выплескивает, заставляет выплескивать собственные эмоции, сопереживая людям, которые жили на родине Абрамова. И, наверное, именно поэтому китайцы, стремясь получить вот этот заряд эмоциональный, выбрали эту постановку. Я переписывался с Додиным, он меня пригласил на эту постановку туда, в Китай. К сожалению, реальность жизни не позволяет мне там присутствовать. Он приглашал меня и раньше, когда они ездили на переговоры в Пекин по постановке. У нас очень теплые отношения сохраняются, я это очень ценю. И уверен, что вот эта постановка, особенно учитывая ее историю в Малом Драматическом театре, то, как готовились артисты к ней и в этой новой генерации, конечно, это будет таким культурным событием самого высокого уровня для Китая. Я могу только гордиться и нашим Абрановым, и Веркальцами, и, безусловно, артистами Малого Драматического театра, что им в жизни дан такой шанс все это донести, в том числе и за пределы нашей великой страны. Большое важное событие, будем этим гордиться. Игорь Анатольевич, спасибо вам, спасибо за разговор. Спасибо вам. Всего доброго. Всего хорошего.